Железный занавес для беженцев. Штаты вновь планируют ужесточить критерии отбора для тех, кто пытается переехать в Америку. Что изменится и какие страны в проблемном списке, узнаем от Дмитрия Нопченко. Программу приема беженцев в Соединенных Штатах разработали еще в далекие 80-е. В основном для тех, кто из Советского Союза уезжал. И с тех пор штаты приняли 3 миллиона человек, приостановив этот поток, разве что после терактов 11 сентября. Да и то на время. В 2017-м должны были принять больше 100 тысяч, но Дональд Трамп урезал эту квоту вдвое. А сейчас министр внутренней безопасности так и вовсе заявила, дескать, пора еще больше ужесточать критерии. Им вроде бы не говорят нет, но при этом настаивают нужны дополнительные проверки и меры для отбора. Теперь безусловный приоритет национальная безопасность, пояснили журналистам чиновники Белого дома и рассказали. Черный список так называемых проблемных стран, а в нем 11 государств, который годами не менялся, теперь намерены каждые полгода корректировать и даже возможно расширить. Рассмотрение бумаг на статус беженца сейчас и без того занимает в среднем полтора года. Но для граждан 11 стран из черного списка есть еще и дополнительные ограничения. Их впустят в страну лишь в исключительных случаях. На данный момент в нем Египет, Ирак с Ираном, Йемен, конечно же КНДР, Ливия, Мали, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан. Этот список еще со времен Обамы не менялся. Но теперь, когда его решено регулярно обновлять, железный занавес для эмиграции в Штаты станет еще серьезнее. А переехать в страну за американской мечтой будет еще сложнее. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Американское бюро телеканала Интер.